Подписчики канала и все люди, которые интересуются получением ипотеки на строительство, получением дешевых денег. Дешевые деньги, как мы знаем, можно получить по программам с господдержкой. Всех вас приветствую! Меня зовут Константин Горячев, я эксперт по выгодному кредитованию, эксперт по ипотеке на строительство. И в этом видео я расскажу вам, как одной семье взять две ипотеки. Посмотрите, будет интересно. Итак, в чем смысл этого видео? Если вы не знаете, то 23 декабря 2023 года Сбербанк внес изменения в условия кредитования. Что было до этого момента? Можно было получить 2-3 семейные ипотеки, а некоторые люди получали даже 9 семейных ипотек. 9 семейных ипотек по 12 миллионов, под 6%. Это отличный результат, это супер вклад в свое будущее, это инвестиция. Но, к сожалению, сейчас этого уже нет. Сейчас вы можете взять только одну ипотеку с господдержкой. То есть вы можете взять либо одну семейную, либо одну ипотеку под 8%, либо сельскую ипотеку, либо IT ипотеку. То есть только одну программу с господдержкой. Все, больше вы на господдержку не имеете права. И если вы подаете заявку, вот ко мне обратились Павел и Оксана, и что, как они могут получить 2 семейные ипотеки. Если Павел подает заявку и включает состав со-заемщиков Оксану, то они одной ипотекой с господдержкой лишают себя права получить вторую ипотеку. Что нужно сделать? Это очень простое действие, но может быть кто-то об этом не знает, и для кого-то эта информация будет полезной. Нужно заключить брачный договор. Почему именно брачный договор? Я сразу скажу, что в Сбербанке есть такая ситуация, что можно предоставить не брачный договор, а согласие супруга. То есть это что дешевле? Полторы тысячи вместо 12 тысяч за брачный договор. Ну и вроде бы как попроще, но согласие тоже нотариально. Для чего делается брачный договор? Брачный договор это бумага, которая изменяет совместный режим собственности. Вы в имущественном плане со своим супругом разводитесь. И на самом деле это очень удобно для взрослых людей. Это очень удобно. Очень правильная бумага, когда вы во время брака определяете, кому из супругов будет принадлежать имущество. И также разделяются кредиты. В том числе брачный договор очень удобен для получения кредитов. То есть Павел при наличии брачного договора может получить ипотеку, допустим, на самооставительное строительство на себя. И в то же время Оксана также может получить такую же ипотеку на строительство на себя. То есть вы можете получить две ипотеки на строительство. То есть таким образом удвоив сумму ипотеки с господдержкой. Такой простой вариант, но может быть не все о нем знают. Я рассказал вам реальную ситуацию моих клиентов. И вся информация, которую я делюсь с вами, она основана только на моем опыте. Друзья, у нас очень большая команда. Более 10 человек. То есть я иногда задумываюсь о том, что каждый из сотрудников нашей компании, по сути, настолько сильный, что каждый из них мог быть независимым ипотечным брокером. Представляете, что на вас работает команда из 10 брокеров. То есть это коллективный опыт, это коллективное принятие решений. И вот именно этим сильна наша команда. Поэтому, если вас интересует ипотека на строительство в 2024 году, записывайтесь на консультацию. Консультация проходит достаточно быстро. На ней мы даем вам полную информацию, полный план получения вашей ипотеки. И потом уже вы можете решить, самостоятельно получить ипотеку, либо воспользоваться нашими услугами. У меня отдельное обращение к людям, у которых не семейная ипотека. То есть у вас нет двоих детей до 18 лет. И если у вас один ребенок, то он родился до 2018 года. То есть для вас программа господдержки заканчивается 1 июля. Друзья, не протягивайте. Сейчас уже середина апреля. Если вы протянете, вы не сможете воспользоваться ипотекой даже под 8%. Не под 6, даже под 8% не сможете воспользоваться. Понимаете, если есть такие люди, которые не получили ипотеку с господдержкой под 8%, друзья, либо самостоятельно, либо с помощью консультантов, экспертов, обязательно одобряйте эту ипотеку. Получайте, стройте, покупайте, потому что это дешевые деньги. Альтернатива взять ипотеку под 18%. Ключевая ставка, скорее всего, начнет опускаться во втором полугодии 2024 года. Как быстро она будет опускаться, никто не знает. Поэтому вы просто соотнесите эти две цифры. 8 и 18. Поэтому, если есть вопросы, пишите в комментариях под видео. Записывайтесь на консультацию. С вами был Константин Горячев. Если полезно, обязательно поставьте лайк и подпишитесь. До встречи.